итак доброе утро доброе утро дорогие друзья всем бонжур хэлло шалом и мы продолжаем наши традиционные ежеутренние вроде торы мы изучаем хэппи мэн ом хэппи мэн ом хэлло хэлло максим перенчук шалом шалом значит скоро встретимся с божьей помощью хорошо значит всем привет привет и мы продолжаем изучать тору тору это знание учение тора переводится учение божественный свет тора это и свет и учения и значит мы изучаем тору по книге царя соломона мишли притчи мы дошли до того как царь соломон он он сказал что он скромно так сказал тибар анухи мэйш вэлло бината дамли это был второй отрывок он говорит я говорит невежда между бар анухи мэйш я говорит невежда среди людей вэлло бината дамли нет у меня нет у меня бина это бина это логики нет у меня логики он говорит вообще никакой вот эти вот причинно-следственные связи он говорит я запутался потерял я причинно-следственные связи сказал царь соломон я могу тоже сказать что тоже потерял причинно-следственные связи в современном мире очень тяжело проследить и сделать выводы что происходит сделать выводы но мне это простительно, потому что я просто ну кто я? Ицкак Пентусевич а царь Соломон спрашивает мудрецы, как он мог так сказать? Он же мудрейший из людей, он же Бог с ним разговаривал он пророк и отвечают комментаторы, вы знаете говорят комментаторы, это он как раз писал в момент, когда он когда он чувствовал, что он согрешил перед Всевышним ему закрылось, ему закрылось понимание, есть в Талмуде такое выражение, что человек грешит, только если в него вселился руахштуд если в него вселился дух дурости глупости, потому что какой человек нормальный пойдет против Бога, создателя мира, но какой человек пойдет против себя, например как может человек, например интеллектуально здоровый курить, может в этот момент он как бы потерял управление над собой в этот момент он хочет успокоиться или он хочет задуматься или у него, он просто ничего не хочет отпустил себя то есть он остается интеллектуально развитым но в этот момент у него интеллект отключило, понятно, да? теперь, а иногда люди специально себе хотят отключить интеллект как себе люди специально хотят отключить интеллект? иногда они в стакан водки отключают интеллект это очень простой способ отключать интеллект когда рациональное мышление просто сносит алкоголем, да? вот так, тух рациональное снесло остается только эмоциональное инстинктивное и человек на своем вот этом вот животном автоматическом приводе он чуть-чуть поколбасился какое-то время а потом у него опять включается интеллект а если в интеллекте в рациональном у человека путаница то он не может найти себе места ему плохо и он опять тогда стаканом водки снимает рациональный интеллект понятно, да? как работает? теперь дальше продолжает царь Соломон в третьем отрывке он говорит не учил я достаточно хохмы божественной мудрости и познания святых я узнаю так он задает вопрос в третьем отрывке тридцатой главы значит есть вот как раз кто-то задает вопрос кто такой Бог? Бог это создатель творец мироздания то есть это некий причина всего он бесконечный он непостижимый невозможно постигнуть того кто создал вселенную кто создал человека кто создал клетку ДНК законы природы кто запустил весь этот процесс как может человек своим маленьким умишкой постигнуть творца создателя мира творец это создатель непостижимый и царь Соломон говорит мудрейший из людей он говорит я недостаточно учил божественной мудрости а что такое божественная мудрость? тот кто бесконечный тот кто бесконечный тот кто сверх назовем сверхразум да такой сверхразум то есть чтобы понять что есть человеческий разум в его максимальном проявлении а есть сверхразум который намного выше чем возможно человека понять я вам приведу пример Вот что такое разум, который не может постигнуть что-то. Возьмите маленького ребенка, пятилетнего, и начните ему объяснять алгебру или высшую математику. Он не может постигнуть. Он у него просто, о чем это речь, на каком языке, он вообще не понимает. Так вот, Бог это творец мироздания, и как бы ни был разве человек в своем интеллектуальном плане, человек пытается очень медленно и очень, ну как сказать, даже относительно компьютера, очень медленно выстроить какими-то словами вообще, условными звуками, выстроить некое описание того, что описать нельзя, непостижимости, понимаете? Так вот, божественная мудрость это непостижимость. И кто ее знал? Ее знали пророки. Пророки, они могли зайти вот в эту непостижимость, и как бы они принимали от Создателя кусок вот этого знания, как они просто оп и на себя записывали. И потом пророк возвращается, его люди спрашивают, ну что? А он такой, ну сейчас я попытаюсь на вашем языке объяснить, но как бы мне вот на этом вашем языке человеческом, да, говорил пророк, тяжело, тяжело передать непостижимые понятия. Теперь говорит царь Соломон, вот, и вот эти вот божественная мудрость, она называется хохма. И в третьем отрывке говорит царь Соломон, лоламатти хохма, он говорит, я недостаточно учил вот эту божественную мудрость. Я же пророк, он же был пророк, и пока он не грешил, то он в любой момент заходил и от Бога получал все ответы. Ему не надо было учить божественную мудрость, она для него была открыта как пророк, он просто на Wi-Fi постоянно подключен к сверхразуму. Ему не надо знать, что делать, ну, знать правила, да, просто его спрашивают, сколько листьев на этом дереве? Он такой, 3575. Откуда ты знаешь? Тот, кто создал дерево, то есть я просто знаю. Так пророк знал о том, что здесь происходит. Теперь царь Соломон в момент, когда его оставило пророчество, он говорит, и что? Лола Матти Хохмар, я, говорит, не учил божественную мудрость. Я не учил божественную мудрость, говорит царь Соломон, мне не надо было. А сейчас она от меня закрылась. И что? Ведат к душим, и да, он говорит, и я теперь познание святых, как я узнаю? Святые, это как раз те, которые присоединенные. Понятно, да? То есть святые, которые были к душим, есть этот мир. Этот мир, он называется будничный. То есть этот мир материальный, он построен по материальным таким законам. Причем поразительная, знаете, какая вещь? Самая поразительная вещь. Вот этот материальный мир, который мы сегодня, ну, мы знаем, видим, его описывал Исаак Ньютон, который был Исаак Ньютон, очень верующий человек, религиозный, до, прямо до каждой клеточки своего сознания. Исаак Ньютон был очень религиозный. И он описал физический мир. И он говорит, ну, это точно создал творец, создатель мироздания, он создал это все. Теперь приходят дальше следующее поколение физиков, и они говорят, секундочку, а там внутри вот этого видимого мира физического есть квантовый мир. И мир вообще, который действует по другим законам. Вот этот атомы, они там эти все кварти, электроны, атомы, они вообще пустые. А вообще... И оказывается, что вот этот вот внешний мир, который мы видим физически, появляется новая физика, которая совершенно, квантовая физика, работает по другим законам, чем работает физика вот этого вот мира, ну, мира предметом материального, да? И что получается? Святые, это те, которые есть вообще, в принципе, мир, в котором хоть есть что-то физическое. Вот эти кварти, которые появляются, исчезают, там, атомы, протоны и так далее, это хоть они появляются и исчезают. А духовный мир, он не появляется. Он, в принципе, непостижим, да? Органами чувств. Теперь пророки заходили туда, в духовный мир. А духовный мир, он управляет материальным. Как управляет? Ученые пока не открыли. Они не могут пока понять связь мысли и связь души с материальным миром. Они только знают, что если человек смотрит на какие-то, там, вот эти вот квантовую реальность, то она меняется в зависимости от желания человека, его восприятия. Очень круто об этом пишет Джо Диспенза. Это уже ученые поняли, как эта штука работает. Но зайти в духовный мир они не могут. Туда могли заходить только пророки. И они назывались, вот этот духовный мир, он называется святой. То есть есть будничный, есть святой. И на иврите это кадош. То есть и Бога называют кадош. Кадош это святой отделенный. И святые это те, которые они оторвались от материального мира и они приблизились к духовному. Поэтому мы смотрим на человека такого, оторванного от материального мира и говорим, о, он святой. А если он погруженный в материальный мир, мы говорим, ну это такой материальный человек. И понятно, как работает система. Тогда мы понимаем третий отрывок притчи, 30 глава. Говорит царь Соломон. Я, говорит, не учил много божественной мудрости. То есть пророки, они сообщали божественную мудрость. И мудрецы, они не были пророками. Мудрецы, они изучали то, что сказали пророки. И они интеллектуально знали, как работает система. Они знают точно, как в этом, ну правильно, кадош это святой. Соломон Малс правильно понял. Кадош это святой. А кто такой святой? Святой это отделенный от материального. То есть кадош на иврите это святой. Святой это отделенный от материального. И мудрецы, они получили слова пророков, которые сказали, что надо делать в материальном мире. Но мудрецы не пророки. Теперь царь Соломон, когда потерял пророчество, он говорит в третьем отрывке 30 главы. Вэлола мати хахма. Он говорит, а я же не учил эту божественную мудрость. Зачем мне было учить, если я был присоединен? В ида от души мы да. Он говорит, а как же я теперь познание святых-то узнаю? У меня же забрали эту святость. Понятно. И в четвертом отрывке он это объясняет. Объясняет в четвертом отрывке, как это работает. Он говорит так. Мия ла шамаем. Он говорит, кто поднимался на небо? Вайерет. И спускался. Мия саф руах бехафнав. Кто собирал руах? Это ветры в охапку. Охапку. Мицарар майем басимла. Кто, говорит, моря собрал как в тряпочку? Ми ким колявсей оретс. Кто установил все законы земли? Кто установил все вот эти вот законы физически? Кто это установил? Он говорит. И что? Значит, Машмо. Умашем бно. Киты да. Он говорит, как имя его? И как имя сына его? Кто знает? Он говорит. Кто узнает? Значит, он этим самым, он говорит, смотрите, люди. Вот он говорит, я познал, как бы, все стадии познания. Я был пророком. Я общался с мудрецами. Я сын царя Давида. Я царь Израиля. То есть, но он говорит, поймите вы, что постигнуть Бога невозможно и нереально. Бог, создатель мироздания, это, это творец. Любое слово, которое мы пытаемся описать Бога, оно не является описанием Бога. Это просто попытка своим человеческим разумом понять того, кто находится за пределами разума. Это попытка котенка описать Боинг 747, да? Как может котенок понять устройство Боинга? Он не может. Как может человек понять Всевышнего Творца Мироздания? Он не может. И как бы человек не пытался своим маленьким вот этим вот мозгом и своим мыслительным аппаратом постичь того, кто создал Мироздание, это, это невозможно и нереально. Только можно, что, войти в состояние, но мы сейчас уже это не можем сделать. Говорят там, вот этот Экартоли, он говорит, да, если отключиться от мышления, можно почувствовать Всевышнего. Да, там говорят все вот эти, которые медитируют долго, что если ты выключаешь ум, то ты можешь просто почувствовать, что есть что-то, что намного больше, чем ты, и в нем раствориться. Ну, а писать потом это? Ну, опиши это. Попросите человека, который, например, не кушал фейхуа, значит, и попросите другого, который кушал фейхуа, описать ему фейхуа, вкус фейхуа. Вы увидите, он не сможет описать вкус фейхуа. Как можно описать вкус фейхуа человеку, который его не ел никогда? Понятно, да? И это то, что сказал в притчах 30 глава 4 отрывок. Он говорит, кто знает вообще имя его? Мы просто пытаемся что-то там понять, что-то сказать о Всевышнем. Это то, что сказал царь Самон в 4 отрывке. Я вспоминаю историю одну, как римский один, был римский один наместник. 2000 лет назад римляне захватили Израиль. Они захватили почти весь мир тогда. И, значит, римский наместник, они были такие воины. Римляне умели воевать. То есть, они на то время, у них было лучшее оружие, лучшая организация. Они захватывали все страны. У них была система подавления восстаний. То есть, они умели воевать. И вот римляне, значит, захватили они Израиль. И один римский наместник, он спрашивает рабе Атива. Рабе Атива был такой еврейский мудрец. Он ему говорит, вот скажи, Атива, как вы верите в Бога непостижимого? Ну, что за вера у вас такая? То есть, в кого вы верите? В Бога, которого нельзя постигнуть? Ну, мы верим, понятно, у нас есть статуи, там, у римлян, какие-то названия у этих богов, там, они им дают название этим идолам. А вы в кого верите? Ну, как вы? Мы верим во Всевышнего. В кого? В Творца Мироздания. А какой он? А он непостижимый. А какой он? Он был всегда, он есть и будет всегда. Он вне пространства, вне времени. Ну, это же, как это вообще? Вот если бы, его можно было увидеть, так в него бы все поверили. Людям удобно верить в то, что они увидели. Вот если бы ваш бог, говорит, показался в виде там какого-то, ну, какое-то изображение, было бы все понятно. А у вас как? А на скрижалях написано, да, Бог сказал, что не будет у тебя никакого изображения. Никакое изображение не может описать того, кто вне, вне пространства, времени и формы. Получается, рабе Атива ему говорит, римлянину, я, говорит, могу тебе бога нашего показать. Я, говорит, хорошо, то есть ты как бы меня убедил, что все-таки действительно легче верить в того, кого ты можешь увидеть. Говорит, завтра встречаемся в 12.00, я тебе покажу бога нашего, да, творца мироздания, бога непостижимого, но я тебе его покажу. Римлянин говорит, давай, все, встречаются они в 12 часов, 12 дня, Иерусалим, лето, жара, солнце в зените, и рабе Атива говорит, смотри, вот сейчас смотри в центр солнца, и через 20 минут, когда ты будешь смотреть в центр солнца, бог появится. Римлянин говорит, ты что, Атива, это нереально, это нереально смотреть в центр солнца, я минуту не смогу посмотреть, у меня глаза сгорят, как я могу смотреть в центр солнца? А ему рабе Атива говорит, вот видишь, ты даже в солнце не можешь посмотреть, как ты хочешь бога, создателя мира увидеть, как ты хочешь вообще, человек, это тот, кто создал мироздание и всему мирозданию дает энергию, тот, кто создал вот эту первую точку, из которой произошел большой взрыв тот из ничего создал материю и потом из этой материи разлетелась вся вселенная, ты как его увидеть-то хочешь, если ты в солнце не можешь посмотреть, ревлянин сказал, да, говорит и я понял, говорит, что ваш Бог которого вы верите, он действительно непостижимый и понял я, сказал ревлянин я думаю, что мы тоже поняли что имел ввиду что имел ввиду царь Шломов в четвертом отрывке 30 главы, когда он говорил вот эти вот красивые слова когда он говорит, кто поднимался на небо и спускался, кроме Машера Бену, Моисей поднимался на небо и был он там 40 дней, но он в момент, когда он поднялся на небо и потом спустился, он уже не был практичный человек, его лицо сияло он жил отдельно за станом и Всевышний с ним все время разговаривал но это был Моисей, пророк Моисей, который у него прям, когда он спустился с неба 40 дней он был на небе, у него прям лицо сияло интересно тоже, когда в Толе написано, что у него шли, от него шли корней ор корней ор это лучи света, да лучи света но на в переводе слово керен еще имеет несколько других переводов керен это это луч да, такой керен это керен это рок да, корнаем и значит керен это рок керен это луч и когда переводили когда переводили Тору на греческий язык то перевели керен не как луч а как у Моисей, когда он спустился с горы были рога и Микеланджело изобразил его с рожками хотя это были лучи света написано были корней ор лучи света а перевели неправильно теперь смотрите если в одном слове керен возможны возможны такие разночтения и ошибки когда мы говорим о вещах абстрактных непонятных Бог Творец Создатель Создатель Мироздания Бесконечный Время Пространство Реальность понятное дело что каждый живет в своем каком-то мыслительном выстроенном аппарате который ну не более чем производство ума человека поэтому те кто хотят быть людьми близкими к Богу да это кстати пятый отрывок давайте и мы закончим словами царя Соломона царь Соломон говорит колим рат и лоа цруфа он говорит каждое каждое слово Бога чистое то есть то что человек выдумывает про Бога это он выдумывает то что пророки получили от Бога это каждое слово Бога данное через пророков оно чистое защита он для тех кто как бы накрывается им теперь смотрите как это работает вот человек он хочет соединиться с Богом теперь он думает как же мне с Богом то соединиться как он начинает изучать каждый раз когда он изучает слова пророка в Тору когда он изучает книги которые которые прославляют Бога тут смотрите есть люди которые тоже пишут про Бога но они доказывают что Бога нет им удобно доказать что Бога нет у них работа такая есть люди которые должны доказать что Бога нет чтобы оправдать свои преступления теперь если мы изучаем книги пророков книги святых людей книги людей которые соединены с Богом тогда каждый раз когда ты изучаешь про Бога У тебя в голове появляется некое такое, как интеллектуальное фильтр, который тебя с ним соединяет Дальше, когда ты молишься, когда ты обращаешься к Творцу и говоришь Творец Мироздания, Создатель, я хочу быть с тобой, хочу с тобой соединиться Хочу, чтобы моя душа соединилась с тобой То есть ты выражаешь свое желание соединиться с Богом Когда ты благословляешь Всевышнего за то, что Он тебе дает Ты говоришь, спасибо тебе, я утром проснулся, спасибо тебе, Творец, Создатель, Бог В этот момент ты устанавливаешь с Ним свою личную связь Дальше, Мишли, царь Шлумов, в начале в Саввом, он нас обучал в первых главах Он говорил так, что если ты будешь стремиться к Богу, как стремишься к серебру Если ты будешь искать Бога, как ты ищешь сокровища Аставин и Раташем, тогда ты поймешь трепет перед Богом Ведаат Элутим Тимца И познание всесильного ты найдешь Так Он нам объяснял в начале Мишли, в начале притчи, в первых главах В третьей, по-моему, главе Там Он говорил, мы же уже в конце Мишли А самые такие базисные вещи, фундаментальные, были в первых главах То есть Он так выстраивал нам специально с первой главы притчи Он выстраивал как этот фундамент И сейчас мы уже в конце, 30 глава Это уже вот эти вот мудрости, которые мы изучаем Это уже отделочные работы Само здание, то, что царь Саламон хотел передать Он уже передал в первой главе, во второй, в третьем Это уже в 30-е Но идея какая? Вот то, что здесь написано Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него То есть, когда человек, он ищет Бога Написано в псалмах, что Бог, Он как тень от твоей правой руки То есть, ты делаешь шаг к Богу, Он тебе отвечает Ты делаешь шаг от Бога, Он от тебя удаляется Если есть внутреннее, очень сильное, сильное стремление к Богу То Бог открывает И тут есть очень интересная такая вещь Самые большие тайны Торы Вот есть там самые большие, вот то, что говорят Каббала Значит, там есть такая самая-самая тайная вещь Написано, ей нельзя обучать Учитель, который это знает Он не может обучать ученика до тех пор Пока ученику самому не откроется Это, то есть, он за счет своего стремления Ему Бог открывает И дальше он приходит к учителю и говорит Мне Бог открыл следующее И только тогда учитель может ему или подтвердить Или сказать, нет, это ошибочка Это тебе не Бог открыл Это тебе, может, показалось или еще что-то То есть, у учителя есть традиция Которую ему подтвердил его учитель Которую ему подтвердил его учитель И так дома Шеробейну Но рассказать это учитель не имеет права Пока ученику сам Бог не откроет то, что Должно открыться Потом ему открылось Он приходит Говорит, не открылось Учителя говорит, да Все, вот это ты теперь знаешь Самую тайну тайны Все, но так как мы находимся В самом начале пути Вообще, в самом начале пути Даже это Вот то, что мы сейчас изучаем Это даже не первый класс Почему? Потому что только когда ты уже Можешь читать на тех же буквах Которыми царь Шломой это писал Только когда ты понимаешь уже Все вот эти вот слова Изображения на том языке На котором говорил царь Шломо И как это было записано в первом храме Тогда это только первый класс Мы сейчас просто Ну, узнаем Интересно, классно, красиво Дай Бог, чтобы в заслугу того Что мы это время потратили Не на то, чтобы смотреть Камеди Клаб А на то, чтобы изучать Притчи царя Соломона Чтобы Бог нам каждому Лично открыл Самые важные вещи Открыл, сохранял Чтобы пятый отрывок Тридцатой главы Что каждое слово Бога Чистое И защита Он Для всех, кто Покрывается в нем Так прямо написано Покрывается в нем Что Бог был защитой Каждому из нас И чтобы все было хорошо Все, удачи, успехов Всем счастливо Пока, хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok